смотрите в какую красоту мы с вами прибыли это город болгар такой красивый площадь мечетью со стариной здесь сделали совсем недавно белая мечеть одна из главных достопримечательностей сейчас она уже по ложе становится рядом он располагается тут еще дополнительные мельница стоит двор какой-то постоялый сейчас все для вас за с ними ты знаешь о болгарах женя честно говоря ничего болгар это место где зарождалась по ложкой цивилизации здесь жили раньше такого государства ложка болгария когда пришли татаро-монголы им пришлось переселиться бога болгарию который сейчас от настоящее время на черном море находится до этого их предки жили здесь впечатление у тебя от этой мечети симпатичная симпатичная но на самом деле место интересно ответил там дальше какие-то раскопки ведутся это наверно центр такой восстановленный из того что уже восстановили совсем по-другому я помню что нас возили не белой мечети а вот что-то было какой-то небольшой парк но в моих воспоминаниях мы сейчас поищем зашли мы в музей из хлеба целая композиция несколько зданий таких красивых деревянных начинается все это с мельница вот она такая солидная мельница высотой нами 3 4 этажный двум рядом тележка стоит но лопасти не вертится но сочинное здание понятно что все это новодел но по архитектуре как раз тех времен сделан как раз 19 может даже 18 веке такими были у нас по стране богатых людей до зерно привозила перемалывался после этого же повозил свет куда-нибудь пекарни сейчас мы внутри мельницы на располагаемся вот она получается зерно закладывал сюда благодаря усилием ветра приводились движение жернова вот эти вот он там и зерно превращалось муку мельницы мы отсмотрели идем по этим новым брусчатым дорожкам дальше с такие виды мельница белая мечеть вдали а тут парк веленый жене увидела пони мир что за куча это куча как пони лежал там часто музей хлеба написано амбар или что-то авин авин здесь значит здесь здесь значит были овечки авин пшеница таркеталь и овес смотри здесь проводной можно посмотреть да какие какие зерна они тут прямо представлены хочу горох там езды у помнят как зовется столица латы ну напомню рига а еще рига это вот такое сооружение она была создана для для того чтобы зимой хранить сена от снега от дождя так то его под крышей скрывали кормили скотину который жила вот в этих вот авинах это красиво с узорами здание усадьбы мельника усадьбы видно что мельники жили зажиточно он даже на велосипедах ездили ухты маленький размерчик судя по одежде и по ткани который здесь используется это усадьба татарского мельника то есть мусульманина ой смотрите какие здесь элементы декора старинные обувь какая красивая женская наверное все-таки лапти то она вообще сапожки до женские туфельки так а здесь вот мы заходим уже гостиную еще получается этот гостиной там они вдвоем спали на той кроватке а вот здесь вот получается еще печка галанка она уже не для изготовления суши ну здесь вот зру такие большие он на те к эксклюзивный тур на уже не сегодня получается одни ходим по территории огромного музею до этого не прошлись рядом рядом с печати с этой а вот мы подошли к ресторану тоже составная часть музея хлеба самое большое самое добротное здание пойдем посмотрим что там ок это вот здесь вот раскопки шли уже жилища бога ложки булгара они приняли сам еще в одиннадцатом веках очень сильное государство на него ходили славяне викинги воевали там объединялись часто болгары получается использовали воинов-славян для своих каких-то походов для защиты своих интересов воинство чингисхана изничтожил это государство и от него остались только ископаемые останки которые сейчас вот при помощи археологов пытаются остановить по этой стенке залезть можно деткам интересно будет помотавшись по круг все-таки нашли как подъехать ханскому дворцу вот теперь ему направляемся смотрите какая красивая здесь волк остров посередине какая-то как лука он там расходится несколько маленьких речушек да вот и останки ханского дворца судя по всему тут же находится православная церквушка и то что осталось от дворца розочки еще смотрите какая красота тут было летом здесь народ чуть побольше чем рядом с белой мечетью больше такая видимо организована какая-то и экскурсия приехала перед нами находится и вот мы заходим на территорию старинного ханского дворца вернее того что от него осталось к настоящий момент но тоже место такое потрясающее на фоне такого красивого неба красавица волги который мы это вам покажу на берегу наша красавица волги раньше назвалась река идти находится вот этот северном авзолей здесь видимо правители о горе ложкой были похоронены какие-то могильные камни мусульманские присмотрели жене вот такую эксклюзивную смотровую качельку для красивых фотографий правда как-то уже там тоже эксклюзивно даже целый спуск волги и смотрите дорожка мощеная камнем уходит вниз прохладно может туда не пойдем на эту красоту вам покажем а что-то там типа пристани какие-то располагаются и здесь прям совсем рядышком они сюда даже туристические корабли приплывают останавливается эндзим снаряд он углубляет там наверное идет основное русло реки а здесь вот такие второстепенные так это же смотри туда же вам получается целая набережная к ней сейчас пуститься можно будет а там если нас накормят дурный слой метро до спорта а а Субтитры сделал DimaTorzok